Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В общем, привет всем, спасибо, что пришли, как всегда. Сегодня у нас очень интересный докладчик, организатор единственной, на мой взгляд, нормальной конференции по скала во всей Украине, организатор скала ЮА, Руслан Шевченко. Приветствуем. Добрый день, спасибо за внимание. Меня зовут Руслан Шевченко, и сегодня мы будем говорить о ЦСП. Что такое ЦСП? ЦСП – это теория взаимодействующих процессов. Ну, так как бы, если коротко, то сначала мы будем говорить о теории истории, потом расскажу, что это такое и как можно писать, и мы напишем что-то интервиальное, используя конструкции ЦСП. И увидим, как это делается на скале. И в конце концов поговорим о проблемах и, возможно, о метрах их решениях, если они есть. Итак, сейчас начнем с того начала. Что такое ЦСП? Мы уже говорили, это несколько различных процессов. Сама теория была придумана Тони Хуаром в 17-м году. В 18-м был другой формализм ЦСС, аллогибридские процессы. И Тони Хуару так понравилось ЦСС, что он сделал и переписал ЦСП, используя ЦСС формализм. И так появилось то ЦСП, которое мы видим сейчас, и которое есть в книге «Юсен ЦСП». Это бесплатная книга, которую опубликовала Майкл Сатри Зверч. И там в такой подробной и очень академической в то время элементарной форме очень подробно описывается ЦСП. По уровню детализации там вообще-то больше, чем может звать программист или студент. В 1992-м был придуман Пи-калькулюс. Что это такое? ЦСП – это дополнение ЦСП динамическими каналами. А сейчас у нас есть большая фамилия процессных алгебр, включая АЦП, которая сейчас работает в Голландии, включая Актромодул. И как бы сейчас это целый мир. Хорошо. Ну, начнем с таких простых. Что-то вообще такое ЦСП. революцией было то, что Хварт подумал, что такой процесс. И подумал, что, наверное, процесс можно совести, представить себе как последовательность событий. Вот есть события, есть процессы. Процессы, которые с большим, как и события маленькими. Итак, события могут быть атомарными. Ну, стоп, слип, да, все знают. События могут иметь вид C.v. Где C – это channel, V – это, собственно, какое-то значение. И есть такие процессы, как послать, сочинять каналы и получить сообщение из каналов. И анализы ЦСП – это вот именно то, что в любом событии нужно взять trace. Это будет последовательность событий. И если у нас есть два процесса, что мы себе можем сделать? Мы их можем запустить параллельно. Вот оно. И они будут рядом работать, никак не коммуницируя в своем мире. Мы можем запустить последовательно. Тогда сначала будет P, потом Q. Мы можем сказать о том, что пусть у нас будет событие A, а после события A мы запустим процесс P. Ну, как бы тоже хорошо. И последние пермитивы, которые легли, это выбор, который на самом деле чуть ли не самый важный, потому что он легла в основу конструкции целых программирования. И у нас есть два процесса и два события. И если произошло событие A, мы выбираем P. Если произошло событие B, мы выбираем Q. если произошли оба события, то мы выбираем недерминированно какой-то из них, ну, либо то, которое произошло первым. И как в любой большой теории, у нас есть Fixed Point Combinator. То есть мы организовываем, мы можем просто зациклить процесс, то есть это средство для реализации циклов или рекурсии. Потому что если у нас есть процесс, то мы можем его повторить. Собственно, все. Это вся математика. Ну, она не полная. То есть я про спросение у тех, кто ЦСП знает за, так сказать, схематичные изложения, но на самом деле это все, как всегда получается, о том, что какие-то огромные больших схематических теорий на практике в программировании выраждаются в 3-4 простых конструкции, что мы здесь и видим. Давайте мы посмотрим, ну, скажем, копии, да? Мы копируем кто-то из канала left к каналу right. Вот этот процесс. Мы читаем из left какой-то x, а потом это x пишем в right. И с помощью Fixed Point Combinator мы организовываем этот цикл. Вот процесс, который нам описывает полностью семантику синхронизированных каналов. Пусть у нас есть какой-то процесс, потом после этого процесса мы посылаем в канал x и продолжаем p2. Параллельно у нас есть другой процесс q, который читает из x и продолжает q2. Что происходит? В случае с, допустим, у нас q1 закончится раньше, да? Тогда у нас q1 заканчивается. Мы ждем, когда у нас появится здесь x. Он у нас появится тогда, когда p1 его запустит. и q2 продолжится. А тут продолжится p2. То есть получается, что q здесь ждет p. Может быть, наоборот. Когда у нас p послал сообщение, а q еще никто не хочет прочитать. Тогда p послал сообщение и в случае синхронизированного сообщения он ждет, пока q его прочитает. Ну и кто же прочитал, q подолвался и p2 тоже подолвался. Вот, собственно, это и вся теория. И вот этот вот механизм синхронизации каналов, да? Это тот механизм, который выдан из теории и стал язык программирования. И именно о нем мы и будем говорить дальше. Итак, первым языком, который поступает на ЦСП, был акам. Вообще, акам нам известен скорее как человек, который придумал бритву акама. Кто знает, что это такое? Да, вот. А подсетируйте? Ну, то есть, точно, да. Не стоит много сущей без необходимости. И поэтому акам – это такой минималистичный язык, в котором есть просто основные комбинаторы. То есть, вот у нас есть Secu – это комбинатор последовательного выполнения. Par – комбинатор параллельного выполнения. Вот. Тут есть… Ну, вот мы посылаем канал. Здесь мы сочетаем из канала. То есть, очень простой, да такой простой, что там нет скобок, а скобки определяются, ну, влогность определяется отступами. Я помню, еще был один язык, который у которого было, питон, да. Вот. Но единственное, что в Вакаме это было в 83-м году, а в питоне – в 96-м. Вот. Ну, соответственно. Вот. И он был сделан фирмой Inmas и работал не на структурном назначении, а на специальных таких штуках, которые назывались транспьютеры, которые были в футко-параллельные, вот, и использовались в… там, где требовалась высокая надежность. И некоторые из транспьютеров до сих пор летают в спутниках. Он развивался где-то вот там лет 10. Последняя его, как бы, инновация – это ОКАМ-Пи, который появился в 96-м и выбрал себе распределение из P-калькулса. Ну, мы тоже покажем. Вот. И сейчас есть такой конкурс СССР. Это вот такой, как бы так сказать, энтузиаст ОКАМа. Вот. Пишет ОКАМ для Орудина. И можно постараться пробовать. Что еще интересное в том, что вот это вот… Там был режим, который позволял работать прямо в железе. То есть вот ЧАН-ИНТ, ЧАН-БУЛ – это были именно железные… Ну, был режим, когда это было именно железные порты в микросхеме. А что у нас дальше? А дальше у нас вторая волна – это IT-IT-ЛАПС. ЮНИКС, План-9, «Инферно». Инферно – это ад по-итальянски. Так называлась поэма Данте, «Инферно», «Девять кругов ада». Вот эти круги, а вот и сам Данте, читающий свою поэму. Тогда у них что-то прикололись на юмор Повел Данте. И после План-9 был… То есть План-9 – это наследник ЮНИКС, а после План-9 была «Инферно», которая тоже работала на встроенном ПО, которая работала той же командой, которая делала План-9. То есть там Тропайк, Ричи, Томпсон. И вот два из этих компаний сейчас работают в Google над языком Go. Если мы посмотрим на Limbo, что такое Limbo? Да, Чистилище. Это язык, IC-подобный язык без референсов и с каналами. И посмотрим на Go и попытаемся найти 10 различий, то мы этого не сможем сделать. Они практически одинаковые. И модель Google канала Go взята из Limbo один к одному. Ну, поэтому можно сказать о том, что Go пришел к нам из-за, да, это действительно так. Так оно и есть. Не метафора. Так, что они дают? То есть операторы для того, чтобы создать новый процесс. Этих процессов могут быть много, где-то вот не как среды, когда у нас в системе есть 100 средов, а процесс будет 1000-10000, а не Light-Wage. Есть каналы, которые могут быть Unbuffered. Про механизмы Unbuffered каналов мы говорили. Это синхронизация. И буфер, это когда между приемником и поставщиком есть буфер. И тогда канал останавливается тогда, когда буфер заполнен. Ну, а если и они могут работать синхронно, ну, в пределах буфера. И есть оператор такая, селектор. Ну, когда мы ждем из нескольких событий одновременно, и когда какое-то событие срабатывает, то развивается соответствующий ветку. Это как раз оператор выбора КВССП. Как это выглядит в коде? Ну, вот у нас есть C. Go, про прощение. Давайте мы в число Фибоначчи, да, у нас есть функция, которая посылает в процесс в канал C число Фибоначчи. Вот. Мы запускаем собственно GoOut, иногда, потом в ней у нас есть цикл бесконечный, да, в нем мы запускаем Select, и там можно записать что-то в C, то записываем туда, ну, как бы XY, да, вот, и делаем представление пары следующая, так. Если нам приходится закончить, ну, заканчиваем наш цикл, все. И как запускать? Делаем канал, вызываем функцию, да, а потом мы можем читать с этим канала значения, да, и когда мы, скажем, здесь читаем, да, то у нас получается как происходит. Запустился GoRouting, да, потом вот здесь мы в Range C берем следующее значение из канала, так, в это время запускается, запущено GoRouting, так вот срабатывает процесс, можно читать. Читаем, вот, выводим на экран и как бы так и продолжаем до тех пор, пока не посмотрю вид. Теперь мы поговорим о Scala. Scala. GoRouting это расферение Aki, это просто бомакросов, библиотека, да, вместе с Async. Интервировали CSP и все остальные традиционные примитивы Scala, вот, и мы делаем там асинхронный или синхронный API, сейчас покажу больше, но главное, что наша API как бы выглядит синхронным, но на самом деле она синхронная, потому что мы находимся в этой API внутри Async-блока. Сейчас мы это расскажем подробнее. Ну и давайте мы посмотрим, как, например, будет выглядеть на Scala. Ну, в принципе, это то самое, почти то самое, Go, то самое, вместо комбинации for и цикла select forever, вроде бы короче, а все остальное очень похоже. Единственное, что проекта нет, поэтому у нас есть карт-блок терминацию на Exit. Что у нас добавилось? У нас добавилось типа Go живет сам по себе, а в Scala он, когда у нас если возвращается, то возвращает в Future. И карт-блок терминацию он как-то в Future припревает. Ну, единственное, что, если мы… Ой, это оно? Не-не. Да. Вот внутри Go мы можем использовать наше псевдосинхронное API, то есть write и read. А, тут этого нету. И select это просто макрос, который берет кейс кейс выражение и его пересобирает. Начинаем вот посмотрим. единственное, если мы еще раз посмотрим, то мы увидим как бы о том, что прямо транслировать Go в Scala, оно как бы не очень хорошо получается. Решновато. Что же делать? Вот. Но мы знаем о том состоянии интерцикла. Для этого есть соответствующая идиома встанного программирования. Называется fold. Поэтому мы можем делать fold по селекторам и это встанное синтез, который поддерживает несколько операторов в состоянии. И вот мы видим о том, что мы запихнули даже переменные fold. Теперь у нас все эти переменные, но не спрятанные fold, поэтому все будет иммутабельно. и всем все нравится. И функциональные программисты могут быть счастливы. Почти. Можно написать так. Мы видим, что cancel termination возвращает уже x-iric. То есть fold возвращает у нас внутри go возвращает вот он как раз он асинхронный, но внутри go он работает синхронно, выглядит синхронно и возвращает нам последнее значение Fibonacci. Хорошо. Можем ли мы сделать еще немножко лучше? Давайте сделаем так. Мы в принципе можем эти future вернуть вернуть. Правильно? И там вообще от go. То есть для каждого синхронного оператора fold есть асинхронная версия affold которая делает то же самое и возвращает но ее можно вызвать из простого режима не внутри place и так как у нас вообще установлен внутри? У нас write это просто описание типа в канале и это просто bind переменной мы разберем байт переменной и придумаем другую форму но иногда нам нужно считать не из канала а из future или нам нужно писать значение для этого мы это пишем это не очень красиво мы пишем в if значение если нам нужно послать выражение а не переменную и опять же если у нас есть вещь из которой можно читать но это не channel то мы тоже пишем что в x как оно работает вот капотом там код такой то что мы делаем селектор в селекторе мы вызываем колбаки и эти колбаки дергает и возвращает нам в следующее почти что у нас дальше под капотом вот это вот рейдинг мы добавляем туда implicit flow termination когда мы видели current flow termination exit так это мы брали этот имплицит на самом деле вот и добавляем контекст и вызываем async ну и тут делаем трансформацию определенную вот и добавляем defer но я детали не хочу углубляться но суть в том что у нас здесь а кто знает что такое скала async тогда что это такое вообще если мы здесь запишем в async какой-то код то в котором включаются операторы await то скала async нам сделает state машину в которой весь наш код поместит состояние state машины и вместо операторов await вставит ожидание асинхронное ну и поэтому мы можем писать асинхронно как бы синхронно это стандартное как бы расширение скала его писал Хадлер он его писал 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 устал вот и когда он его устал писать его снортизировали вот и сейчас Тим в работает над await ну и сейчас и сейчас асинхронно прошло период от того что новое только появилось к периоду уже такой адаптации то есть о том что была версия 0.9.2 пара ухода а вот сейчас 0.9.5 еще пара лет пройдет будет 1.0 так что у нас получается скала GoPros то есть это просто сделать select он просто врапит колбаки делая так чтобы только один из этих колбаков вызывался ну чтобы они возглавлялись одновременно да вот и делает так чтобы на флоте штука и передает как бы эти колбаки в каналы ну в input это опыт которые там висят и дергаются когда к нам поступил какой-то сигнал следующий кусочек это input это более общее состояние да что там такое канал это вход и выход да но мы можем думать об входе и выходе как об отдельных сущностях input это что-то откуда мы можем ожидать то это тоже колбаки да вот это может быть вот и там есть набор метод для коллекции map field fold тут как бы с точки зрения скажем скалоразработки это скорее тривиально надо сказать что это есть да output это то же самое но только выход что это такое actor может быть нам с out потому что мы актору можем создать сообщение promise это как бы output канал который сразу который мы отрезаем сообщение и он закрывается и для select в принципе все равно какой вид channel там в отпуте либо какой-то input и output все читаем с инектором следующая проблема которая есть в go и которая нужна в скрале это таймруты то есть мы для любого канала то есть в go это используется через сейчас в go для того чтобы сделать timeout мы используем time after специально api time а здесь мы пошли по другому пути и мы для канала делаем канал в котором если у нас не было на протяжении времени чтения или не было записи то мы можем об этом сказать в своем канале и в принципе опять time after go и timeout они очень похожи но как бы переписывать используя ip переписывать код с go на скал и можно практически не прийти в сознание давайте мы покажем небольшой пример который покажет вкус именно работы с каналами как бы в go style то чего нарутащится ну скажем у нас есть какой-то broadcast в котором пусть у нас не будет списка ресивера сендеров в явном виде ну как это сделано сендер создает для каждого сообщения буферизированный канал да и послать этот канал сообщения плюс канал в котором находится следующее сообщение в котором будет записано следующее сообщение вот и может сказать о том что какое у нас текущих сообщений а что делает ресивер да он читает сообщение да вот и записывает пишет его обратно в канал чтобы остальные подключить канал могли прочитать вот и изменяет свой канал как это выглядит в коде да кейс класс месседжи валуя и next channel да это будет канал этих сообщений ну мы видим что рекрессивное да то есть месседжер канал себя класс ресивер да вот что он делает ну тут эффекты ченнел что такое эффекты это кто знает что такое эффекты ага вот здесь нет фанатов эффектов хаскеля вот это в раппер для ченнел которому можно произвести какие-то операции замена либо операцию над состоянием так и это как полперемен там можно записать но оттуда нельзя прочитать ничего но можно применить функцию и тогда внутри этого этого эффекта ченнел будет функция от первоначального ченнела и вот мы как бы в ресивере читаем сообщения в эффекта ченнел запихиваем следующий канал и вызываем хандлер если у нас к ченнелу приблизительно много ресиверов то что у нас произойдет у нас получили сообщения первый сендер прочитал отдал второй сендер получил отдал и так далее пока все сендеры его не получат вот как бы мы писали бродкаст в таком наивном наивном случае мы бы его писали ну сендер давайте мы читаем француз сендер чтобы не думать мы бы взяли о том что пусть у нас будет последний канал временный канал для сообщений переменной да вот и что у нас сенд сделать новый канал да потом в последний канал который очень новый записать сообщение из этого сообщения следующего канала вот и присвоить следующего сообщения ну как бы хорошо но опять же оно не мультисредно вот и просто вот какой что можно сделать давайте мы просто возьмем и всю логику запихнем в фолт который у нас будет жить а все то есть вот эта вот логика которая была вот здесь да мы ее видим вот здесь то есть если мы а сенд у нас будет просто посылка в канал то есть читаем сенд открыт и читаем обрабатываем так вопрос как мы получим другой ну если как как мы получим last да вот мы можем послать сообщение request last что в этом сообщении сделать мы можем в этом сообщении послать канал куда мы должны ответить и сказать last channel и это такая как бы практика очень для того чтобы спросить что-то да вот мы можем послать куда-то канал который в который нам пошлют сообщение вот и это вот то чего ну как бы в принципе нельзя сделать с противоположными API ну типа как реактива то что есть и калькулиса и вот как мы делаем ресивер да вот то есть мы делаем канал поставим request last потом request last мы видим ага отправляем last сюда мы получаем вот мы читаем то что нам этот last ну ждем вот и выдаем ресивер с хандером вот такое как бы вот программирование в стиле go ну и без с динамическими каналами и так это можно сделать и в скале и более того это даже выглядит более-менее иммутабельно собственно все я надеюсь вы почувствовали вкус именно разработки вкус канала вот но можем ли мы сделать больше можем вспомнить что у нас сквала язык объектно-ориентированный и сквала у нас есть актор актор что такое актор актор это ну какой-то вот сущность которая является объектом мы можем сделать что-то что будет представлять собой набор портов входных выходных и каталог между ними мы все равно так делаем когда мы пишем схемы и мы можем попытаться сделать API транспьютеров такими как и опи-акторов ну вот пример скажем бинго да когда у нас есть два входных порта и там свое значение мы кричим бинго у нас все получилось ну либо где-то блогшита можно вставить что у нас это транспорт в котором есть описание входных входных портов вот и есть логика в которой как бы она все постоянно живет то есть это как акторы но для ченнелов для каналов а не для это они могут быть с перевизорами точно так же как акторы вот и они могут быть соединены друг с другом ну вот пример скажем у нас есть бингоиацептор да мы там соединили скажем канал порт инкс с коннект порт инкс соединились с каналом скажем выход соединились с септором и получили вот такую картинку а потом можно сказать в том бингоиацептор мы получили параллельный запуск и скачем старт а это вот как бы еще одна то есть очень простая логика потому что у нас есть селектор луп мы видели да параллельный запуск и репликатор все такое репликатор это когда мы несколько транспитеров хотим одинаково хотим запустить рядом ну по-вторых запросы или втуки собственно все и если мы будем искать место для конкурса модуль да то в принципе кем у нас есть фьючер как она называется впервые кстати они были придуманы в лиспе но какое-то функциональное название не получили да потому что есть эрланд стайл актеры да вот есть о стайл это то что в принципе о стайл программинг это то что делает скала асинк и есть цпс скал который делает кофер вот но куда стерик ставил надо еще подумать ну и это все может как бы жить вместе и существовать проблема они есть в частности в том что асинк это вещь молодая он там много к примеру там не будут эксепшены вот и думаю что должно пройти какой-то год-два если асинк не врет когда это станет сильно юзабельным потом вторая проблема в том что если мы хотим предоставлять такой псевдосинхронный API то сейчас мы должны использовать макросы это сделано как бы просто потому что особенность это может быть изменится в доте но как бы пока без гарантии то есть мы об этом разговаривали но это вот ну и надо больше писать и больше пробовать собственно все детали того что можно раздать от скалы нам нужна скала да я расскажу позже окей ну вот для тех кто еще остался жив мы говорили о скалагуфер который можно посмотреть вот по этому орель вот и если есть какие-то вопросы то мне их можно задать со стороны выглядит что цсп очень похоже на те же акостримы в целом на концепцию стримов это правильное понимание ну почти да но в стриме там есть бакбакбакбаржура но чего нету ты не можешь послать стрим другому стриму то есть ты не можешь делать с кем-компутации динамической то есть можно сказать о том что акострим это цсп в стиле хуара а тут цсп с функциями из перечисления у меня вопрос ну вот на самом деле в гоу есть проблемы с тем что нужно заранее и отдельно хендлить каким-то образом не exception а error то есть есть в принципе проблема если у тебя есть стрим как тебе сообщить куда-то наверх о том что у тебя случился error как бы ты вообще решал вот такую проблему я могу сейчас можно я покажу кусочек кода в этом нету ну ладно то есть я бы то есть здесь есть я бы здесь есть два выхода то есть знает ли у нас ну на самом деле тут нам надо ответить на вопрос клиента а нужна ли клиенту эта ошибка то есть если она ему нужна то мы просто отдаем трай у нас в одном проекте есть как бы трай с три а просто он еще сюда не включен как бы в сам пакет мы можем просто отдавать трай в котором ну находится exception вот а с другой стороны а если нам не нужна ошибка то мы можем молчать да вот соответственно это вопрос как бы в том что мы должны для себя понять а что от нас ожидает клиент и вообще я бы думал что в 90-х случаев клиенту ошибка не нужна ему значит таково предыдущий фарм молчит и репортит ошибку где-то у себя вот и поэтому с точки зрения скажем стрим сделал неправильно я так понимаю этот фреймворк разработан как дсс для гоу чтобы можно было переходить с одного языка на другой что ли совместимость какую-то иметь или это в принципе совместимость между функциональными языками надо чем это суть в цсп но это вообще сначала был цсп а потом были языки то есть скорее наоборот да то есть когда у нас сначала был цсп потом на его основе смотря на конструкции цсп люди начали делать языки и те конструкции они просто все языки одинаковые называются по разному еще вопрос спасибо тогда докладчику спасибо